Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. О главных событиях дня прямо сейчас расскажут мои коллеги и я, Ксения Садова. В Лакинске без отопления остались 37 домов, школы и два детских сада. Батареи по графику должны были потеплеть 20 сентября. Что стало причиной сбоя и когда жители смогут выключить обогреватели, разбирался Игорь Липский. Просто издевательство какое-то. Вон детишки малые, мы взрослые, то под два одеяла лезем. А ведь их не запихаешь, как говорится. Утеплил их и лежи. Жители улицы 21-й партсъезд уже неделю живут без отопления. Говорят, его коммунальщики обещали дать 20 сентября. Но до сих пор в квартирах холодно, как на улице. Что стало причиной сбоя, люди не понимают. Стужа непомерная. Вот поглядите, как хожу. Трубы ледяные. Звоню каждый день во всей инстанции. И даже не дают дату, когда... Не обещают даже днём, каким могут затопить. Устали, мёрзнут, не знаем, как греться. Поглядите на ногах-то. Жители Лакинска вынуждены даже нарушать правила безопасности, чтобы согреться. Люди включают конфорки на кухне. Это ведь штрафы могут быть людям. А детей-то жалко. Надо же чем-то греться. А в квартире у семьи Слесурчуков от сырости в ванной даже появилась плесень. Пошла, пошла, пошла. Её протираем, а она всё равно опять появляется. То есть буквально за два дня она опять вся начинает вылезать. В квартире постоянно работает обогреватель, но и он спасает только на время. Стоит прибор выключить, и через 15 минут в комнате температура вновь ниже нормы. Из-за постоянного холода в квартире заболел ребёнок. Илюша страдает от сильного кашля. Сейчас он на больничном. Как приходит домой, ребёнок постоянно уже болеет. Потому что дома и сырость, влага, отопления нету. Результат налицо. Илюша не единственный ребёнок, который сегодня остался дома. Из-за отсутствия отопления в Лакинске закрыли два детских сада. В школе номер два дети учатся в две смены. Чтобы ученики не заболели, уроки пришлось сократить. Для, так скажем, комфорта и удобства, насколько это возможно в сегодняшних ситуациях, мы, конечно, сделали сокращённые уроки. Дали разрешение детям ходить не в школьной форме, а в более тёплой одежде. Нет отопления в 37 домах, расположенных на улицах в центре города. Все они подключены к одной теплосети. На объекте уже две недели идёт ремонт. Его должны были завершить не позднее, 20 сентября, пояснили в местной администрации. Но на прошлой неделе чиновники получили предписание прекратить работы на три дня. В четверг было выдано предписание от ВАД-телекома, так как здесь проходят 7 линий коммуникации, на три дня прекратить земляные работы. Из-за этого у них принёс сок на 23-е. В связи с такими погодными условиями решили перейти в трудослушный режим. Сейчас на трубопроводе протяжённостью в 160 метров работают 14 человек. На объект приехали и представители компании «Владимир Теплогаз», которые отвечают за ремонтные работы. Мы понимаем людей, что на данный момент в квартирах довольно-таки холодно. Но мы ждали момент согласования документов. На данный момент все документы согласованы, работы проведены. Ещё раз повторюсь, работы велись в том числе и в ночное время. Тепловики сообщили, что до конца дня на объекте завершат все ремонтные работы. Сотрудники «Владимир Теплогаза» пообещали, батареи у жителей Лакинска потеплеют завтра утром. Игорь Липский и Андрей Беляков. И к другим темам. В Гусь-Фрустальном водитель БМВ сознательно перекрыл проезд скорой помощи. По словам очевидцев, так он протестовал против того, что его не пустили в больничный городок. Проезд на территорию лечебного учреждения разрешён только для служебного транспорта или для машин с тяжёлыми больными. Охранники вызвали на место сотрудников ГИБДД. За время ожидания у шлагбаума скопилось около 10 машин скорой помощи. Автомобилиста оштрафовали на 2000 рублей. Только после этого автохам уехал. А водители и пассажиры, оказавшиеся в сложной ситуации на федеральных трассах во Владимирской области, могут рассчитывать на помощь дорожных служб. Накануне патруль компании «Упердор» помог пассажирам автобуса «Москва-Чебоксары», который сломался в Ковровском районе. Пассажиров довезли до ближайшего кафе в деревне, а транспорт со сломанным двигателем отбуксировали на стоянку. В «Упердоре» напоминают, что во Владимирской области работают специальные службы, которые отслеживают аварийные ситуации на дорогах и при необходимости оказывают помощь. Мониторинг ведут круглые сутки с помощью видеокамер, метеостанций и постов учета интенсивности движения. В случае сложной ситуации водители всегда могут обратиться в круглосуточный ситуационный центр по бесплатному телефону. Продолжаем выпуск. Во Владимире на улице Всесвятской застройщик сдал дом с недоделками. Люди жалуются, что за полгода проблемы так и не решились. Почему жилье комфорт-класса превратилось в головную боль? Подробности смотрите в материале моих коллег. Эту новостройку сдали полгода назад. Многие семьи уже сюда въехали. Новоселов ждали неприятные сюрпризы. Один из них – отсутствие забора. По проекту он был, а по факту до сих пор его нет. Когда мы выбирали квартиру, главным условием была эта огороженная территория. Потому что маленькие дети очень много часто ездят машины, чтобы была безопасность. Сейчас забора нет. И столкнулись мы с тем, что мы приезжаем, парковочные места заняты другими. По словам жильцов, забор должны были установить еще в августе. Но время идет, а металлические конструкции все еще лежат сзади дома. Где-то с месяца, наверное, лежит уже. Можно посмотреть, он заржавел. Правую половину привезли не так давно. Его просто привезли и сгрузили. Еще одна проблема – затопленный подвал, говорит директор управкомпании Алексей Романов. Без резиновых сапог пройти здесь сложно. После жалоб застройщик уже выполнял работы по гидроизоляции. Но таких мер хватило лишь на время. Подвал находится в воде. Здесь управляющая компания соорудила некий парьер препятствия для поступления воды. А там дальше у нас насосная и щитовая. Пройти в обычную обувь в подвальное помещение дальше невозможно. Нужно грамотное проектировочное решение. После этого проблема уйдет. Тут просто нужно основательно поработать застройщику. Из-за сырости на стенах подвала появилась и разрастается плесень. Под угрозой могут оказаться и квартиры первого этажа. Кроме того, дом находится в самой нижней точке улицы Всесвятской. В сильные ливни вся вода с большой дороги стекает во двор. По словам директора управкомпании, проблема в ливневой канализации. Вся вода, которая стекает с большой дороги, она оказывается на придомовой территории квартирного дома. Как рассказывает застройщик, администрация города Владимира вместе с застройщиками микрорайона разработан план по устройству дополнительной ливневой канализации. Отсутствие ливневки – проблема всего микрорайона, говорит застройщик. По словам специалистов, строительные компании уже начали заниматься прокладкой трубы. Что же касается забора, то сроки сорвались из-за подрядчика. У нас с подрядчиком там проблемы, по большому счету. За это у нас не получается. Сам забор здесь в наличии, он уже привезен. Постался вопрос основной о станем монтажу. Сейчас я подрядчика другого подвески в опытае, в конкретике ничего не могу вам сказать. Такие сроки назвать хотите. Проблему с подтоплением многоэтажки в Юревце в мэрии оперативно прокомментировать не смогли. Управляющая компания со своей стороны отправила официальный запрос в администрацию. В нем коммунальщики просят как можно скорее обустроить дополнительную ливневку. Ольга Ельфимова, Лариса Янковская и Дмитрий Шаталов. И к другим новостям. Во Владимире откроют дом дружбы народов. Новое госучреждение займет двухэтажный особняк в историческом центре города на улице Гагарина, 31. Распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин. В нашем регионе проживают представители 152 национальностей. Из них большинство русские. Среди других народностей наиболее многочисленны украинцы, татары и армяне. Главная задача Дома дружбы народов во Владимире – сохранить традиции всех этнических групп. Наш регион одним из первых создает Дом дружбы народов. Это решение назрело давно. Под одной крышей мы собираем сообщество всех этносов, проживающих в нашей области, для того, чтобы они лучше узнавали друг друга, понимали, поддерживали, воплощали совместные инициативы. Такая дружба и добрососедство – основа межнационального единства и мира в регионе, залог его уверенного социально-экономического развития. На три дня в Гороховец съедутся около 200 экспертов области охраны культурного наследия малых городов России. Завтра состоится открытие 12-й по счету Всероссийской конференции. Главная тема – включение гороховца в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для получения этого международного статуса у древнего города есть все шансы. В Гороховце сохранились деревянные особняки в стиле модерн, памятники допетровской архитектуры, в том числе семь построек 17 века. Всего в России насчитывается не более 20 таких зданий. Три года назад Гороховец отметил свое 850-летие. К этой знаковой дате местные власти разработали новые туристические маршруты, провели реставрацию памятников истории и культуры. Уже разработана дорожная карта по дальнейшему совершенствованию пространства города. Всероссийская конференция на эту тему пройдет в очном и онлайн форматах. Трансляцию организуют на ютуб-канале Российской ассоциации реставраторов. Мир на кончиков пальцев. Благодаря новому проекту «Незрячие люди» теперь смогут узнать больше об истории Древней Руси. Уникальную экскурсию и программу занятий для адаптации инвалидов разработали педагоги с нарушениями зрения. Подробности в репортаже Татьяна Гордеевой. И вот в этом ветшанном городе у нас проживали самые бедные. Видишь, тут маленькие домики, деревья тут. Участники этой экскурсии совершают путешествие в мир Древней Руси на ощупь. Глаза незрячих – это их руки. Поэтому, чтобы понять, как выглядит, например, памятник князю Владимиру и святителю Федору, словесного описания мало. Фигуры надо потрогать. Специально для этого авторы проекта разработали тактильные макеты – точные копии достопримечательностей. То есть это соборы, храмы, церкви, золотые ворота, это скульптуры замечательные, которые находятся на территории исторического центра нашего города. На этих макетах определенные детали выделены тактильно более ярко, то есть для того, чтобы человек мог их воспринять на ощупь. Экскурсанты получают специальную карту. Исторические места на ней подписаны шрифтом Брайля и снабжены NFC-метками, с помощью которых можно считывать информацию. Плеер считывает определенный код, название файла, и файл автоматически воспроизводится. Вот смотрите. Золотые ворота были сооружены в 1164 году. Экскурсию проводят для слепых и слабовидящих студентов ЛГУ. Ориентироваться в центре города им помогают волонтеры. Авторы проекта – общественная организация АКМЕ и Владимирский госуниверситет. За последние три года такие экскурсии уже посетили около 700 человек из разных регионов страны. Это повышение своего культурного уровня, это расширение кругозора, и это возможность лучше ориентироваться в городе, где они проживают или учатся. В ЛГУ сейчас обучается 11 студентов с нарушениями зрения. Занятия проводят незрячие педагоги. Алексей Степанов по профессии учитель музыки. Самостоятельно освоил компьютер и теперь обучает студентов тифлоинформатики. У педагога с детства атрофия зрительного нерва. Способность видеть сохранилась всего на 1%. Поэтому он, как никто другой, может понять своих учеников. Это пример для ученика. Если тебя учит незрячий преподаватель, значит, и у тебя есть шанс попробовать и чего-то добиться. Тимур Басаев приехал во Владимир из Кисловодска. Он учится на психолога и уже подрабатывает на кафедре в ЛГУ. Молодой человек отмечает, нередко инвалидам трудно найти общий язык со здоровыми людьми. Помогают, да, помогают только такие вот самые смелые, либо начитанные. Вот, если говорить об остальном населении, то у них такой, знаете, поначалу испуг, индопонимание, что вот они увидели незрячего человека, они не знают, как с ним обращаться. Студенты говорят, такие занятия помогают людям с нарушениями зрения не только получить профессию, но и обрести уверенность в том, что, несмотря на болезнь, каждый из них сможет найти свое место в жизни. Татьяна Гордеева, Дмитрий Шаталов. Владимирские полицейские вместе с коллегами задержали в Дагестане мошенника, который обманул жительницу областного центра. Она хотела купить обезьяну по объявлению в интернете. За экзотическое животное женщина перевела продавцу 30 тысяч рублей. Но посылки так и не дождалась и написала заявление в полицию. Злоумышленником оказался 18-летний парень. Против него возбудили уголовное дело. Еще одна новость тоже сегодня пришла из регионального управления МВД. Во Владимирской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый». В финал вышли 17 полицейских. Наиболее активно за своих участковых онлайн голосовали жители областного центра, а также Александровского и Камешковского районов. Всего участников конкурса поддержали более 13 тысяч жителей региона. А в региональном управлении МЧС России сегодня выясняли, какой водитель быстрее всех приедет на пожар. В конкурсе приняли участие 7 сотрудников ведомства. Это победители первого этапа соревнований. Первый этап проводился в подразделениях, второй этап на базе главного управления. Состоял из таких элементов, как теоретическая проверка знаний, физическая подготовка, скоростное маневрирование и забор воды с открытым водоемом. На спецмашинах водители выполняли такие элементы, как змейка и колея. Также им надо было умело припарковаться и остановить пожарную машину у стоп-линии. Мастерство вождения помогает сотрудникам МЧС быстро прибыть к месту ЧП. По итогам всех испытаний лучшим призван водитель пожарно-спасательной части номер 58 из Гусь-Хрустального Игорь Волков. 26 сентября в областном центре в третий раз пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». В прошлом году организаторы собрали более 40 тысяч рублей для онкобольных. На эти средства общественная организация вместе смогла купить все необходимые средства ухода. В этом году деньги будут собирать для тяжелобольной девочки из Владимира. Елена Павлова расскажет подробнее. А мы будем делать сердечками. Вот у вас крыльчка, берете мел. Прихватки в виде сердца, игрушечные зайчики и слоники. Дети в досугом центре учатся шитью и рукоделию. Обычно на кружке они создают разные изделия для себя, но эти поделки отправят на благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Да, это хорошее дело, потому что кто-то нуждается в чем-то. То есть они нуждаются, им можно помочь. Эти куклы-травницы тоже можно будет купить на ярмарке. Подростки постарались сделать как можно больше экземпляров. Они знают, что все собранные на благотворительной ярмарке средства передадут тяжелобольной девочке из Владимира. В каждую работу они вложили всю душу. Коты иногда не хватает материальных средств. Это хорошо помогать. Или вот детям-инвалидам они не могут сделать, им будет приятно. Досуговый центр открылся в Суздале 8 лет назад. Общественная организация «Свет жизни» помогает многодетным и малообеспеченным семьям. Здесь созданы все условия для детей с особенностями развития. Активисты проводят для них разные занятия и вместе с ними помогают людям. Мы уже участвовали в те годы в благотворительном фестивале. Отдавали поделки ребят. Дети с радостью откликаются. То есть детям нравится приносить добро другим людям. Каждый день маме Софии Павловой волонтеры сообщают о людях, которые откликнулись и решили помочь ее дочери. У девочки несколько тяжелых заболеваний. ДЦП, средняя трофия головного мозга и эпилепсия. Ребенку нужен специальный шезлон для купания. Он стоит 43,5 тысячи рублей. Таких денег в семье нет. Если средств удастся собрать больше, то деньги также будут перечислены просто другому благополучателю, если не хватает на какую-то услугу или приобретение чего-то. Фестиваль пройдет во Владимире 26 сентября на рынке на студеной. Площадки с мастер-классами и сувенирами будут работать с полудней до 6 часов вечера. Здесь с нетерпением будут ждать всех, кто хочет помочь Софии. Елена Павлова и Андрей Беляков. А утром в субботу также на рынке на студеной пройдет урбанистический фестиваль Владимир Будущего. Участники обсудят проблемы в работе общественного транспорта в областном центре. Организаторы фестиваля попробуют разобраться в причинах и даже предложат экспертам, как можно решить наболевший вопрос. На второй дискуссионной площадке волонтеры расскажут о необходимости сохранения старинных наличников, мозаик и других уникальных архитектурных деталей. К обсуждению пригласят экспертов, реставраторов, историков и краеведов. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы. Во Владимир привезли 80 картин из Пензы. Их разместили в Доме художника в Центральном городском парке. Творческий проект назвали «Дуэт». Его автор и семейная пара живописцев, чьи холсты впервые объединил один вернисаж. Одну из первых работы увидела Наталья Забнина. У них вот эти лодки, они делают до сих пор сами. Это называется карбасы у них. Берег Северного моря, штиль и туман. Такой матовый пейзаж бывает только осенью. И за ним Дмитрий Сысоев проехал 2000 километров. Говорит, искусство требует новых впечатлений. Понимаете, вот постоянно нужна подпитка, вот как спортсмена. Нужно бегать, чтобы тренировать себя. Вот в живописи нужно так же. То есть постоянно пишешь, и это как вот тренировка идет. Дмитрий учился на радиотехнике, но стал художником. Коллеги говорят, Сысоев поистине универсальный талант. Вот это настоящая журпись. Она пленарная, она легкая, она воздушная. К ней хочется прикоснуться и сказать, что да, я здесь был, я это вижу, я это знаю. Картины Сысоева словно бархат, изысканные и нежные. Этот пейзаж написан в Боголюбове. На холсте древняя жемчужина белокаменного зодчества. К этой работе у мастера особенное отношение. Неинтересно писать современные здания художника, которые там с бетонной стекла. Им хочется тот предмет написать, тот здание, у которого уже история есть. Ну, это самый, конечно, такой живой пример. Не просто серия пейзажей. Путешествие из одного времени года в другое. От мощной энергии красок захватывает дух, подчеркивают искусствоведы. Эта живопись отличается от Владимирской школы, но она близка ей по цвету, по эмоционально-мажорному состоянию. Она реалистическая, но она насыщена эмоциями. Точно так же, как насыщена эмоциями Владимирская живопись. В картинах Сысоева вся Россия. За год Дмитрий проезжает 14 тысяч километров. Мегаполисом предпочитает глубинку. Сам вырос в небольшом, но очень живописном городе Пензенской области – Заречном. Там же он встретил свою супругу Аллу Майскую. Она тоже художник. Обожает писать натюрморты. На них яркий люпин и нежные полевые цветы. Настолько прекрасные у него цветы, я думаю, я оставлю их у себя в галерее. На выставке представлены 80 полотен. Живописный дуэт Дмитрия и Аллы в раннюю осень согревает тёплыми красками и сочным багрянцем. Работы в Доме художника можно увидеть до 21 октября. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. На этом у меня всё. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». Её ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. О чём будете говорить сегодня с гостями? О лечении лимфатических отёков современными методами в нашем регионе. После рекламы. Не переключайте. Редактор субтитров А.Сёмкин